Когда два бойца входят в клетку или ринг, все ожидают, что это будет бой между двумя бойцами. Но все забывают про третьего человека, который находится вместе с ними. Это рефери. Обычно его задача следить за тем, чтобы бойцы вели бой по правилам. Отсчитывать нокдауны и останавливать бой, когда одному из бойцов грозит явная опасность для здоровья. Но бывают моменты, когда рефери приходится самому вступать в неравную схватку с бойцом и принимать участие в бойне. Наверное, именно поэтому зачастую рефери – это бывшие бойцы. Привет, звездные ящерицы! С вами проект Муай Тай Сикея и я, Варченко Виталий. А сегодня мы посмотрим моменты, когда рефери пришлось отбиваться от бойцов. Первый бой, который мы посмотрим, произошел на UFC Fight Night 95 между Роем Нельсоном и Антонио Сильвой. В этом бою зрители стали свидетелями очень жестокого нокаута добиванием, когда Нельсон просто убивал Сильву, который уже никак не сопротивлялся. Рефери на этом поединке был знаменитый Маккарти, который по непонятным причинам не останавливал бой и допустил нанесение минимум 5 ударов, которые были явно лишними. Сам Рой Нельсон был расстроен именно поздней остановкой боя. Он не хотел калечить Сильву, но рефери не останавливал бой и ему приходилось наносить удары. Именно за это он подошел к Маккарти, который откачивал до сих пор лежащего Бигфута, и дал ему поджопник. Думаю, что этот поджопник и не один должна была давать команда Сильвы. Но Нельсон оказался быстрее. Дальше мы посмотрим на Реза Джабари, малоизвестный боец ММА, который ничем особым не выделялся и не раз проигрывал свои бои. Но все-таки он сделал так, чтобы его запомнили зрители. В очередном бою, который он проиграл добиванием, рефери после боя поднял руку победителю. Но Джабари не понравилось, как его пригласил в центр судья и держал его руку. Он посчитал это неуважением и высказал это рефери, после чего толкнул его и попытался ударить. Но самое смешное то, что рефери повалил бойца на канвас и занял доминирующую позицию. Рефери! Я думаю, если бы его не оттащили, то наш боец ММА отхватил бы второй раз за вечер. Тогда бы его точно можно было поместить в зал славы лузеров. Дальше мы посмотрим на Боба Ассолио, который вступил в неравный бой с нормальным бойцом. А почему Боб ненормальный, можно сразу понять по тому, как он побежал в центр клетки. Бой закончился с первого удара в ухо. Но тут началось самое интересное. Рефери Кит Питерсон побежал спасать Боба. Но тот, будучи в контузии, набросился на него и перевел в партер. Если бы не трое помощников, Бобби его бы разорвал. Но когда рефери встал, то было такое впечатление, что он даже не понял, что именно хотел сделать Ассолио. Добить его, задушить или просто обнимашки из-за проигрыша. А дальше у нас Колби Ковингтон, который устроил интернет-травлю рефери. Который судил его бой на UFC 245 против Камару Усмана. Видео этого боя Ютуб блокирует. Но я вам скажу в двух словах, что тот бой был довольно равным. Но последний пятый раунд явно был за Усманом, который дважды отправил Колби в нокдаун, а затем добил. Возможная остановка была преждевременной. Но рефери Мак Годдард перестраховался. Затем Ковингтон развернул интернет-войну против рефери и написал в соцсетях следующее. Нормальные люди делают порнографию у себя в кровати, а не в октагоне, как ты, Мак Годдард. Я выхожу в ринг, чтобы убить или умереть. Ты обокрал меня. Ты обокрал людей. Ты фейковый и продажный рефери. И еще парочку слов матом. А на своем стриме объяснил, что произошло. На видео вы увидите, как соперник бил меня по затылку и нанес мне 4 удара по затылку. После чего я прикрыл затылок. А рефери вдруг остановил бой. Я сразу встал и спросил, зачем он это сделал. На что он мне ничего не ответил. Он не должен больше судить бои. В любом поединке есть победители проигравшие. И кто-то всегда будет не считать проигрыши справедливыми. А что ты думаешь по поводу этого боя? А сейчас вы увидите то, что наверное никогда не видели. Вроде бы обычный бой по ММА. Один боец перебивает второго и попадает правым прямым в голову. Отчего второй падает в нокдаун. Но первый тут же добавляет удар ногой. Что в принципе по правилам ММА делать нельзя. Бить ногами из позиции стоя, когда противник касается канваса тремя точками запрещено. А в нашем случае оппонент вообще сидел на полу. В полуобморочном состоянии. Рефери молодец. Сразу среагировал и пошел отгонять беспредельщика. Но того, что сделал спасенный ним боец, он явно не ожидал. Наш тигр сразу встал и набросился с ударами на рефери. Но вы должны понимать, что он не хотел нападать на рефери. Он просто находился в состоянии нокаута и не соображал, что делает. Подумав, что перед ним соперник и нужно бросаться в бой. Но во всем этом рефери оказался красавчиком. Он просто стоял и смотрел на нерадивого бойца, который махал по воздуху с таким видом, как будто это алкаш показывает кунг-фу, а не боец ММА пытается его нокаутировать. А потом просто взял его за шею и прижал, как старший брат младшего сопляка. На одном из отборочных боев шоу «Остаться должен только один» в Великобритании, Фредерик вышел на бой слишком заряженным на победу. Что именно дало ему такой заряд, остается загадкой. Но это, наверное, перебор. После классного попадания прямым в голову, он отправил противника в нокдаун. А потом набросился с добиванием. Когда рефери бросился останавливать бой, Фредерик никак не реагировал и продолжал избивать лежачего бойца. Но рефери, вспомнив свою бойцовскую молодость, четко перекрутил бешеного беспредельщика и провел удушающий, чем сразу потушил пыл и неадекватность убийцы. Именно для таких случаев в рефери берут бывших бойцов. Ну а завершает наш сегодняшний обзор Конор МакГрегор. Но чтобы попасть в скандал, ему даже не нужно выходить на бой. Дело было на Беллаторе. Когда участник его команды Чарли Варгас выиграл свой бой, МакГрегор забежал в клетку, чтобы обнять его и поздравить. Но фокус был в том, что бой официально не был остановлен и в клетку нельзя было входить посторонным людям. Рефери оттолкнул МакГрегора и что-то ему сказал, что очень взбесило ирландца, и тот набросился на него с оскорблениями. Но вовремя подоспела охрана, и это не переросло в драку. Уже на улице МакГрегора сняли на мобильник, где он кричал, что рефери назвал его алкашом. Да, я немного выпил, но никому не позволено так со мной разговаривать, говорил МакГрегор. Видать, штырь от Конора был знатным, что рефери его учунил даже среди клетки, пропавшей бойцовским потом. А как вы думаете, рефери должен вмешиваться в бой и применять силу? Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов. После чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру. Он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь Таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень. Контролем среднего уровня предплечья. Пропустив парочку хороших лоу-кик, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу. Пропустив парочку хороших лоу-кик, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу. А теперь перейдем к нашему невероятному бою, в котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все-таки происходит. Но вот в реале, этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего карате с катами, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Наш Райан тренировался целых три месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом как есть он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба. Когда любуются бесконечностью звездного неба... Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Продолжение следует...